друзья всем привет вы на канале виктория элит хотела для начала показать вам то что у меня все отстиралось слава богу эту майку я тоже постирала черненькая сейчас покажу вам сейчас я не знаю почему я раньше не пользовалась пятного водителя но теперь мне ванниш это прям мой друг мой помощник мой соратник и сейчас я тоже загрузила вещи которые уже постирала с ваннишем также буду развешивать и вот есть маленькая совсем полосочка но мне кажется несущественная поэтому будем вместе с вами все утром будет шкаф и вот эту футболку я хотела посмотреть это это но вы немножко она не взялась чуть-чуть не взялась совсем но это я думаю ерунда в принципе пацут поскольку потом будет на мне одежда это сидеть сейчас я это все раскладываю будем вместе заниматься раскладыванием сегодня будет домашнее белье и домашняя одежда погнали а и Субтитры сделал DimaTorzok 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 чего я вам желаю, если вещь вам не подходит, лучше от нее избавляться, вот, и вот такая вот кучка вещей у меня идет на выброс, на выброс, на купальник я еще отдам, еще вот насчет этой стучки посмотрю, я понимаю, что это нижнее белье, но если я его носила от силы пару раз, не знаю, может быть кто-то согласится, и как раз вот эта женщина посмотрим, потому что она говорит, что приняла женское белье какое-то, вот такая картина у меня уходит, и вот такая кучка у меня остается, сейчас мы будем все вместе раскладывать, учиться заново, и попробуем все это все утрамбовать, посмотрим, что из этого получится Субтитры сделал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 футболка, ну это типа должна была быть по колено там, по пол колена я думаю, по пол ляжки и, короче, решила отдать ну, может быть, кому-то дома ходить одно время, когда я была похудеть чуть-чуть, она мне была как раз но все равно коротковатая, я подумала, что все не хочу, не хочу, не хочу вот это вот тоже 12 лет покупала, 100 лет в обед уже истертая, но качества офигенной ни одной дырочки, как ни странно за все это время не было и не знаю, откуда берутся такие вещи где вот через год появляются дырочки которые уже по десятку лет служат, нет ни одной дырочки, не знаю как они так делают, вот это тоже модис, тоже покупала, на море ездила в 15 лет, единственный раз и вот эта вот футболка мне, она дорога была как память но сейчас я ее спокойно отпускаю не знаю, зачем я ее даже сюда привезла я просто не знаю, что она мне нашла, но все равно, что не делать, что к лучшему вот это тоже твое мы с подружкой покупали одну и ту же майку одного и того же размера в честь нашей дружбы и зелененькую и она мне все время служила верой и правдой пока я ее не затаскала фикс прайс 99 рублей она мне уже растерпалась растянулась ну может быть кому-то будет в самый раз я уже не могу в ней ходить все, баста вот этот вот модис опять-таки модис модис, модис 42 размер мне кажется он слишком маляпистый я его купила за 300 рублей по акции больше не надевала вообще ни разу не вышла в нем ни в магазины ни на улицу не знаю, зачем я это сделала дома не стала ходить может быть там пару дней во время беременности походила и все качество офигенное качество идеальное просто не надеванная вещь но много лет назад купленная а вот эта вещь не то чтобы затасканная просто она уже выжила из себя это Gloria Jeans покупала когда Юрка беременная была на беременность меня она очень сильно спасала мне ей очень сильно удобно было колготки вот эту штуку и погнала и курточку потому что там была осень зима очень классная вещь была шов наружу правда здесь но он такой задуманный и вот на беременность идеальная просто футболка идеальная просто наряд и вот на улицу и на все-все-все на теплое на теплое время года вообще не алло а вот на холодное вообще огонь это тоже Gloria Jeans покупала относительно недавно хотела сделать ночную рубашку чтобы в ней дома ходить и что-то я знаете купила а потом подумала и что-то я в ней не влюбилась как-то что-то мне с ней пошло не так и я решаю ее отдать потому что она в хорошем состоянии абсолютно но мне что-то не зашло вот что-то мне с ней не склеилось вот и тот же момент покупала то же самое было в один и тот же день то же самое что для дома ходить ну что-то мне не зашло что-то мне не понравилось и большая она у меня я была только после родов от Максимки ну недолго после родов и я выбирала себе одежку какую-нибудь на дом свеженькую и вот как-то вот не зашла вот не знаю что сказать тогда она у меня была как раз по этому этому как это называется халату он тоже у нее лет с 10 наверное я его сегодня выбрасывала все хранила то что мне мама купила то что она переживала да как так ты выкинешь вещи отдашь кому-то которые я тебе сама купила плюс у меня нет только халата на замену но я хочу себе по какой-нибудь черный, белый, бежевый атласный просто вот знаете без всего без рисунков без всего ну купила и купила спасибо большое я уже много лет отходила все больше не могу больше не хочу и ведь мне собрался целый пакет на дачу примерка у меня пока приостанавливается я так думаю что гардеробом своим я очень тоже хочу им заняться но мне сейчас горит детская одежда разобраться там чтобы все лежало по полочкам потому что я не могу у меня уже там такие горы навалились такие просто кучи что я не разобраться не могу плюс вещи не по сезону лежат поэтому я хочу все попрятать в вакуумные пакеты чтобы с глаз долой как говорится освободить минимум пространства максимум точнее и заниматься вот разбором детского гардероба так что я очень рада буду что если вы останетесь со мной по крайней мере на сегодняшний день я уже освободила вот эти вот кучки сейчас надо бы забыла уже сложить маленькие я думаю повешу и как-то так сейчас будем пробовать мне кажется у меня полочки там уже места нету поэтому придется как-нибудь это все утрамбовывать посмотрим а по поводу того что я оставила вот это я не знаю вот это мне под вопросом а Юрк сказал оставить я оставила вот это вот футболка была моя уличная но она как-то потеряла такую белизну и поэтому я использую как домашнюю вот это мне тоже под вопросом она уже растягивается тоже сильно хотя ей опять-таки меньше года но вот что-то с ней не зашло вот эти вот лосинки обожаю у меня многие спрашивали где я покупала я покупала в текстиле текстиль-сеть у нас магазин назывался рядом с домом был 280 рублей все удовольствие очень сильно нравится вот это вот Нью-Йоркер 250 рублей очень классная просто вот мне все говорили ходи в ней на улицу но я все-таки на улице в таком не хочу я хочу дома в ней ходить офигенно единственное что здесь пятно есть кто помнит мои позорные видео тот знает и до сих пор не отстиралась я попробую сделать это пятном в водителе надеюсь мне получится вот это вот то же самое что с лосинками я покупала в текстиль-сети маловато маловато что я вам скажу покоротковато но какие-то у них там размеры что в талии тебе как раз а в длине у него не особо поэтому здесь ни лямки не регулируются пока под вопросом но если я не буду носить то следующее расхламление я буду проводить его где-то раз в год постараюсь буду избавляться и отпускать шорт у меня тоже под вопросом тоже фикс прайс и ну что-то когда знаете когда только постирала делом ничего а когда вот через день они уже растянуты все сразу же ткань начинают растягивать мне тоже не особо нравится вот это вот я что-то посмотрела в зеркало мне что-то понравилось не знаю почему но что-то какой-то свободный такой стиль мне понравился хоть я ходила в ней беременной юркой а Максим я не помню Максим я не помню вот ну мне что-то вот понравилось что-то вот мне заново понравилось вот единственная вещь наверное из старого гардероба которая мне зашла и вот эта вот юбка которую я тоже из уличной перевела в домашнюю мне кажется они как раз гармонируют потому что я вместе тоже в ней ходила Пускай будет. И вот все, все мои любимые шортики, которые все просто обожают, все пищат от них. Ну, я не знаю, я их люблю, потому что я их купила совсем недавно. Глори джинсы мне не нравятся. Ну, похудею, ничего страшного, детям, ничего страшного. Честно, позвонила женщина, говорит, возможно, завтра заберет, вот видите, комбезик стираю детям. И, возможно, завтра заберет один за чисто символическую цену, но я буду рада, если ее заберут, если не отдам даром, получу хоть что-то. Хоть какую-то там карму обратную я получу, я буду очень рада. Так, сейчас будем быстренько все складывать на ужин, так сказать. Мне еще по-хорошему надо еще постирать бельишко, но это ерунда. Так, и сейчас будем все складывать. Вот такую вот штуку я буду фотографировать и... Сейчас фотографировать или нет? Что подскажете? По-хорошему сейчас надо, наверное. Не знаю. Короче, давайте сейчас будем делать все, а дальше посмотрим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, мои хорошие, я постирала все. Вообще такой чистенький, классненький, свеженький. Возможно, завтра найдет новую хозяйку. Я буду рада, если это будет так. Сегодня день у меня будет заканчиваться. Сегодня такой маленький, коротенький вложик о моем расхламлении. И я хотела сказать, что за последнее время я стала какая-то более спокойной, что ли. Не знаю, почему. Я стала меньше срываться на детях, потому что раньше у меня была такая проблема, что я могла наорать, что меня все бесило, что я очень устала. Сейчас я прям кайфую, когда с ними нахожусь вместе. И мне кажется, это какой-то, не знаю, что-то у меня щелчок какой-то в голове произошел. И мне кажется, это прям кайф. И то, что я очень сильно жалею, что не сделала этого раньше, что не начала расхламляться раньше, потому что настолько все просто стало, как будто отпускаешь свою старую жизнь. И все прошлое, лишнее, все, что тебя грузило, то, что какие-то проблемы у тебя в подростковом возрасте были, или все как-то уходит все само собой. И все как будто само собой разлетучивается, и я как будто совсем с этим прощаюсь. Мне кажется, это прям психологический какой-то момент, и я очень рада, что наконец-то это сделала. Завтра, наверное, скорее всего, пойду в первый раз с ними гулять с детьми, потому что у меня муж пока работает, у него осталось еще три смены, и он будет в отпуске. Я буду очень сильно рада. Мы как раз будем заниматься ремонтом. Пока я дома, надо и детишек выгуливать все-таки мне. Плюс мне надо в магазин, потому что никто мне больше ничего не принесет, и я сама не схожу. И это действительно для меня большой шаг вперед. Я буду очень рада, если вы останетесь со мной. И на этом я вам с вами прощаться. Всех обнимаю, всех целую. Завтра увидимся совсем скоро. Я думаю, что вы уже знаете. И всем пока-пока!